Ну чё, пацаны, с возвращением меня пора снова выживать. Здравствуйте, уважаемые друзья, всем, с вами я Маклаксон, добро пожаловать на новое видео на моём канале, добро пожаловать на... А, куда ещё? Ну, на новое видео на моём канале, да, всё, добро пожаловать сюда. Сегодня мы продолжаем с вами наше похождения в игрушечке Sons of the Forest. Да, друзья, я пропал на несколько дней, вы это могли слышать, видеть в прошлом моём ролике, который вышел, я не знаю когда, по геометрии Dash. В общем-то, там я, так сказать, поприветствовал вас всех после столь долгого отсутствия. И вот сейчас, ребятушки, мы с вами продолжаем играть в Sons of the Forest. Сразу, ребята, всем приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита, и давайте будем начинать. Вот, как видите, последний раз я был в своём этом мире 28 февраля, да. Полетели? Что ж, я уже забыл, забыл всё, что надо делать, забыл, как поживать, забыл, как играть. Ребяточки, давайте вспоминать, что мы делали с вами в прошлой серии. В прошлой серии я пошёл в пещеру, где меня жёстко отымели. Да, вот так-то. В прошлой серии 18, плюс строго. Ладно, шутка, конечно. В прошлой серии я пошёл в пещеру, нашёл там тросомёт. Кстати говоря, вот, только сейчас об этом вспомнил. Надо сейчас разобраться с тем, как им пользоваться правильно. В общем-то, сражался с мутантами, огребал по полной. Да, чувствую, ждёт меня нелёгкое выживание. Да, друзья. Сегодня в планах, я даже не знаю пока что, чем заняться. Вообще, хотелось бы, конечно, в идеале пойти снова в какую-то пещеру. Ох, как давно я тут не был. Кстати, я хочу спать. В идеале пойти бы снова в какую-то пещеру, друзья, потому что... Потому что почему? А потому что... Почему, блин? Потому что, блин, надо. Надо потому что, и всё. Давайте посмотрим, что у нас на повесточке дня. Кстати говоря, уже какой-то шестой день. Да, это шестой день. Почему Вирджиния ещё не с нами? Почему она ещё не принесла свои дары? Или это я её проёбывал всё время из-за того, что отсутствую на базе? Келевин что-то стоит там. Так, в прошлый раз мы были с вами, получается, вон в той, да, пещере, которая самая ближайшая к нам. Да, конечно, местечко у меня. Не знаю, пойти сегодня к этой пещере или нет. Вообще, лучше идти по пещерам, как-то, я не знаю, в интернете посмотреть, какая более предпочтительна, наверное. Потому что мне нужна будет лопата. Насколько я знаю, чтобы добыть лопату, нужно добыть тросомёт, который я добыл. Добыть ещё что-то. То есть, если я вдруг приду к пещере или ещё к месту, где есть лопата, я не смогу добыть её без нужных мне уже приблуд. Акваланг, по-моему, нужно будет найти или чё, чё-то такое. В общем, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут вообще, как дела, псея, да, на нашей базе. Во-первых, давайте мы поспим, потому что я пиздец, как хочу спать. Так, точно, я находил какие-то, ребят, консервы. Водяру находил. Ладно, это хорошо, мы можем делать коктейли молотого. Так, сухие завтраки. То есть, смотрите, пока что еда есть. Еда есть, хорошо. Что, батарейки для чего вообще нужны? У-у-у, бля, ни хера себе. Я даже не понимаю, что это хотят от меня. Ну, ладно. Кушать. Кушать мы не хотим. Это что такое? Это факел. Так, сейчас, ребят, я просто вспоминаю реально, что у меня есть. Солнечная панель. Так, стоп, не надо. У меня пока тут запитывать нечего. У меня ничего нету. Так, у меня в инвентаре радио, но у меня уже одно есть. Так, заметки, точно, я подбирал всякие заметки. Консервный нож я нашел. Я могу сделать кошачьи консервы с помощью вот этого. А зачем? А чем мне это даст? А хер его знает. А я не буду делать пока что так. Да, вот так вот. Я пока не буду этим заниматься. Давайте разберемся, как тросометом пользоваться. Ух ты, бля, дисплей. Дисплей. Так, это, походу, расстояние, да? Ладно, давайте, к примеру, к примеру, ребята. К примеру, я буду строиться, да, рубить вон там сверху елки. И я хочу оттуда спускать бревна. Ну, допустим, вот сюда. Прямо, прямо на свой склад. Вот так. А теперь погнали и протестируем это. А, блядь, мне надо поспать. Сначала поспим, потом протестируем. Так, спать, 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 спать. Я надеюсь, я сейчас не ночью просто. Пиздец. Вот это вот херово. Вот это действительно херово, друзья. Если сейчас придут аборигены... Ой, блядь, они мне зад-то надерут. Ой, надерут, а? Так, срочно. Разводим костер. Ой, блядь, вообще ничего же не видно, а? Так, разводим костер. Я не знаю. Зажигаем эту. Зажигаем факел, чтобы хоть что-то видеть. Так, хорошо. Лишь бы никто не пришел. Господи, я вас умоляю. Блядь, факел убрал. Твою мать, а? Все нахрен испортил. Сейчас, подождите, друзья. Я забыл управление, потому что, да, бывает такое. Ох, а он не погас. Хорошо. Так, давайте подпитаем немножко наш костер, чтобы он сейчас не потух. Ребят, я пошел, мне надо это. Музон. Мне надо залутать вещей сейчас вот с этого чела, который тут сидит. Ко мне. Потому что я в игру зашел заново. Тут все снова появилось. Вот тут таблетосы есть. Еда снова, которая у меня до хрена. Давайте скушаем сухой паек. Блядь, ну и походу я сейчас буду ждать, пока посветлеет. Что я могу сделать? Ребят, буду ждать, пока посветлеет. И потом только отправлюсь дальше. Качает. О, я по кого пожару моллюсков, чтобы жажду утолить. Ну все, ребят, давайте, короче, я попытаюсь дожить до рассвета, и там мы с вами увидимся. Блядь. Ребята, ко мне пришли. Сука. То, чего я боялся. Ребята, то, чего я боялся. Ко мне пришли нахрен эти ублюдки. Я закрылся в домике. Так, ну я не знаю, у меня единственный варик сейчас. Это бошки им отстреливать. Стой, сука. Сой, блядь, стрелять буду, нахуй. Кстати, факел уже не нужен, ребят, так-то уже светло. Ну светлее, в смысле, время 4, где-то ночи. Ты, сука, блядь. Че, у нас стройба и прип... Че, блядь. Сука, еще один. Гандон, дверь мне снес. Вы прикиньте, да? Еще один. Алло, Вася, блядь. Вас... Вас сколько тут, нахуй? Вы че, вчетвером приперлись, охренели, что ли? Блядь, а я убил при нем его корешей. Ой, они мне-то взбучку зададут потом. Я думаю. Это хреново. Бля, мне надо эту мою стрелу забрать у него из башки как-то. О, забрал. Бля, друзья, дело плохо так-то. Алло. Да убери ты нахрен все. Ну, короче, пошел я переплавлять их на кости хули делать. Надо броню делать каменную. И надо за оружием идти, ребят. Я отвечаю. Сейчас, когда посветлеет, мы с вами идем искать оружие, потому что... Мне скоро отбиваться нечем будет от них, понимаете? Скоро ко мне не только аборигены, скоро ко мне еще мутанты начнут приходить. И тогда меня вообще не сладкая жизнь ждет. Ладно. Полетел я, хули. Опять ждать рассвета. Ну что, друзья. Вот и наступило утро. Наконец-то. Ребятки, у меня сейчас есть пара дел. Во-первых, мне нужно поспать. Ну ладно, этим мы займемся позже. Во-вторых, короче, тросомет мы с вами опробуем позже. Сейчас мне это не надо. Что я сейчас могу сделать? Да ни хрена я сейчас не могу сделать. Мне надо просто валить отсюда. Мне надо срочно найти себе оружие. Хорошее оружие. Хотя бы. Ну как, хорошее вы понимаете? Под хорошим я имею в виду хоть что, кроме вот этого стандартного топора. Мой выбор, ребятушки, пал пока что на современный топор. Вот. Я посмотрел его местонахождение. И в принципе, я думаю, что я бы его нашел и просто так. Потому что я, ребят, как раз собирался идти вон до той пещеры, которая прямо, вон, короче, находится ровно по вот этой реке вверх, где-то там. И вот видите, там где фиолетовый значочек, это у нас одно из заданий, типа, исследовать какие-то вот эти вот места, их штуки три, по-моему. И вот как раз в этом месте находится топор. Поэтому я сейчас, ребята, бегу туда. И там мы этот топорик будем с вами искать, находить. Вот. Возможно, даже заглянем в пещеру. Но это не факт. Это не факт. Хотя это было бы разумное решение заглянуть туда. Это у нас что? Какие-то ягоды. Морошка. Съедобная. Давайте немножко перекусим, в принципе, да. Я думаю, лишним не будет. Так, этого у нас уже много черники, так что чернику тоже схаваем. Все. Побежали дальше. У нас нет времени вообще сейчас ни на что отвлекаться особо уже. Тем более, ребята, чтобы вы понимали, осень на дворе. Да. У нас в реале сейчас весна, значит, все цветет. А тут наоборот осень. И тут сейчас листики уже желтеют, опадают. И скоро будет зима. И чувствую я, что зимой будет тяжелее выживать. Или нет. Не знаю. Но будет видно, ребят. Все, пока я бегу просто вверх по ручью. Кстати, вижу какой-то оранжевый. Оранжевый значок. Не знаю, что он значит. Но сейчас добежим и посмотрим, ребят. Все, я пока побежал. Сейчас с вами увидимся. Так, ребятки, смотрите. Чем ближе я подхожу, тем больше я вижу. Я вижу еще какой-то синий значок. Также я увидел кучку валяющуюся вот здесь вот. Ну, короче, это эти придурки. Я думаю, что они мне сейчас особо угрозы не представляют. Бегать они вряд ли за мной будут. Они же идиоты все-таки. Давайте посмотрим, что здесь. О, там что-то стоит. Подождите. Блять. Еще растения просто есть, которые я не собирал до этого. Я их стараюсь собирать. Сейчас, сейчас, ребят. Неужели это то, что, о чем я думаю? Да, это гольф-кар. Охренеть. Ребята, это очень хорошо. О, гриб. Подождите, что это? Неужели это вход в какую-то пещеру? Блин, ребят, ну... Вот, вот не хотел я. Не хотел я лишних движений, понимаете, делать сейчас. Не хотел я суетить лишний раз. Но судьба сама мне подкидывает карты. Поэтому я сейчас, знаете, как сделаю, ребят? Я беру брезентик. Сохраняюсь. На всякий случай. И мы с вами сейчас в эту шахту спустимся, прежде чем отсюда уезжать. Потому что она никак не обозначена на карте. Этот вход. Вот. Посмотрим, что там интересного. Если что, двинемся дальше. Ну, и выберемся. Да, если там я вдруг умру сейчас или еще что-то такое. Но посмотреть я должен. Я должен посмотреть, что здесь мне интересно. Это похоже на выход из какой-то пещеры. Вот, ребят, на что это похоже. Это похоже на выход из какой-то пещеры. Ох. А-а-а. Я понял. Блядь, я кого-то слышу. Да открой инвентарь, дебил. Так, подождите. Так, на семерку у меня факел. Все хорошо. Блядь, кого я слышу-то здесь, а? Да, сука, мне не дают одновременно. А, класс. Я не могу с факелом ничего больше использовать. Потому что факел как оружие. Ладно. Я, ребят, только посмотрю. А-а-а. Вот как. Вот оно еще, да? Нифига, челик. Блин, ну то есть, типа, заходить отсюда бесполезно, да? В любом случае, это мне надо... Ну тут же ничего нету. В любом случае, это мне нужно, ребята, видимо, заходить именно... Именно вот так. Хотя подождите. А я не могу тросометом здесь пользоваться? У меня вопрос. Да, ребята, здесь им нельзя пользоваться. Ну... Тогда, к сожалению... К сожалению, это шахта... Шахта. Эта пещера остается на другой раз. Да. Не смогу я сейчас ее исследовать. К своему превеликому сожалению. Возможно, это выход вот как раз... Блядь, ты меня нахуй испугал, чел. Ты меня испугал. А, сука, ты че... Ребят, извиняюсь, я там насуетил. Блядь, короче, тут это... Тут толпа придурков. Они... Они не могут меня? Ай, блядь, могут. О, они больно бьют, кстати. Они больно бьют. Так, тихо, я... Не надо, не надо. Валим, валим от них, блядь, пока они не вернулись за мной. Где тропа? Где тропа, блядь, мне надо по тропе двигаться. Господи, Ярик водил... Подождите, я вообще насует... Ясно. Ребятки, ничего не было. Забываем про этот... Небольшой казус. Забираем вещи. Блин, пока эти придурки тут бегают, давайте сваливать отсюда. Все. Так, окей, у нас гольф-карт. Он у нас заряжаться должен, я так понимаю, возможно, от как раз-таки солнечных панелей каких-то. Потому что я где-то это слышал или видел, что нужны, ребят, солнечные панели. Либо которые у нас расположены на крыше. Подождите, как выйти из него. А, вот. Да, тут на крыше солнечной панели. Короче, все нормально, он будет заряжаться. Мне сейчас, ребят, главное просто понять, как мне доехать. А, ну тут, в принципе... Тут можно прямо через лес херачить. Все, поехали. Давайте, пока нас не убили. Только, блин, он очень-очень резвый. Ребят, он очень резвый, очень резкий. Я боюсь на нем убиться, реально. Так, окей, здесь у нас что? Здесь у нас какое-то поле. Так, там три могилы. Где-то я это уже находил, по-моему, в первой серии, когда я бегал просто по карте. Ребят, их откопать в любом случае нужна лопата. Сейчас мне туда идти смысла нет. Сейчас вот меня что интересует. Что это такое? И почему это на карте обозначено? Блядь, страшно. Так. Смотрите, здесь записки какие-то. Работяги сидят. В принципе, что-то... Типа, это место ради записки показано, и все. Я просто ничего интересного здесь больше не вижу. Ну да. Ну хотя как, тут... Часы, кстати. А, GPS, радар. А, и тут еще одна пещера, шахта. А, вот оно че. Ладно, давайте прочтем записку быстро. Итак, ребяточки, давайте смотреть. Джан Юджан пишет Гордону. Вот этому. Гордон. Павтон отказывается признавать, что это за место. Даже не считая того, что моя команда обнаружила на другой стороне острова. А, в смысле, просто, короче, несмотря на то, что там обнаружили, он отказывается признавать, что это за место. Геодезисты пропадают без вести. Наши рабочие оказываются мертвыми. Если он не захочет разобраться с ситуацией, это сделаю я. Хорошо. Ну, лично я уже понял, что это за место, и что мне здесь жопа, и что мне здесь пиздец как не рады. Вон, особенно, вон те вот черненькие ребятки. Я не знаю, давайте снова, снова мы возьмем брезентик. Снова я здесь сейчас, ребята, сохранюсь. Уйди, пожалуйста. Вот, чел, уйди. Уйди, пожалуйста. Не донимай меня, я сейчас сохранюсь. Зайду в эту пещеру и посмотрим. Я очень сильно хочу спать, как вы можете видеть, по-моему, персонаж. У него, по-моему, уже глаза закрываются. Ну, ребят, поделать я ничего с этим не могу. Берем свет, заходим. О, сумка из кожи. Ну, типа, вряд ли у меня сейчас какие-то варики, да, есть вообще здесь выжить или еще что-то такое. Но я, возможно, найду хоть что-то полезное из лута. Так, я понял. Тогда делаем вот так. Хотя бы. Ну, знаете, еда. Еда хотя бы. Это полезно. Веревка тоже. Кости мне не надо. Изолента, ребят, мне нужна. Мне нужна изолента. Вот, что мне реально сейчас надо. Блядь, страшные звуки. Монеты. Ткань. Ладно, ткань, это хорошо. Нет ли здесь чего-то полезного? Прямо, вот реально. Ну, что это такая за пещера, а? Что она от меня скрывает? Кстати, давайте откроем сумку из кожи. Посмотрим, что там у нас. Что у нас в этом кейсе? О, изолента. Вот это вот мне реально надо. Изолента мне действительно, ребят, сейчас нужна. Короче, кругом трупаки, скелетики. Пока ничего нового. Так, есть вверх проход, есть проход по низу. Блядь, слышу страшные звуки. Так, здесь снизу у нас опять записка. Господи, да сколько. А, это чертеж. Точно. Короче, да, я знаю. Что это? Это катапульта для вот этого параплана или как он называется. Короче, вы поняли. Хорошо. Я изучил типа чертежек. Не встретит ли... Вообще странно, что меня никто здесь не встретил еще. Оу. Оу. Ой, там кто-то вякает. Ладно, ребят, я понял. Это шахта, короче, цена только вот чертежом. Новым, который я изучил. Не, ну хорошо, ладно. Такая шахта мне нравится. Такая шахта по мне. Все, ребята, выходим, прыгаем в гольф-кар и быстро валим. Быстро валим. Спать буду потом. Забираем вот это вот. Давай, быстрее, да забирайся ты. Так, убираем все. Садимся. Так, все, нам с вами надо как-то сейчас вон туда попасть. Благо гольф-кар нехерово тянет в гору. Ему вообще похуй, он как недорожник себя ведет. Надо проехать на тропинку, друзья, и все. Пересечь реку. Я надеюсь, я смогу это сделать. Правда, да, вопрос, где я это сделаю. Да, блядь, я застрял. Ой-ой-ой-ой. Друзья. Ладно. О! Сука! Это кто, блядь? Толстяк ебаный. Что? Он умер? Он так быстро умер? Не-не-не, ребят, ребят, пожалуйста, не надо. Не-не-не-не. Не надо, не надо. Ребят, я не знаю. Это какие-то мутанты уже новые повылезали. Вы видели его? Вы видели, блядь, как он выглядит? Я нихуя не вижу в этой траве, блядь. Это был какой-то гребаный, большой красный хер. Я жестко охренел сейчас. Я сейчас жестко охренел от того, что я его увидел, ребят. Давайте проезжаем, блядь, как-нибудь по жесткому этому оффроуду. Не застревать желательно совсем, потому что меня здесь жестко опять отымеют. Свали, свали, чел, пожалуйста, свали. Фу, блядь. Хорошо, по тропиночке. По тропиночке. Бля, пожалуйста, хоть бы я переехал здесь реку, а? Перееду? Фу, слава богу. Едем аккуратненько. Бля, еще какая-то пещера, да? Блин, ну я не могу в каждую эту щель залезать, блин. К сожалению, потому что... Тогда наступит ночь, этих мутантов станет еще больше, я стану еще более беспомощным. Смотрите, их тут очень много в лесу водится. Господи, как можно вообще в лесу жить в таких условиях? Я не понимаю. Это хорошо, что я не в лесу сейчас живу, да? Я, ребят, почти доехал до этого места. Там можно будет и поспать, если что. А, подождите, я знаю, я знаю, ребят, как сделать. У меня есть вот что. Я это пью, это мне поможет немножечко прожить. Немножечко прожить, продержаться. Немножко подольше. Давайте покушаем ягоду. О, чтобы хоть отхилиться, реально. Так, ну все, хпшечка должна пойти вверх. Тихо, 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 я слышу, как они орут. Я слышу, как они орут. Все, все, доезжаем до этого места, ребят. Ищем современный топор. Ну-ка, бля... О, о, я... Ребят, я только что хотел спрыгнуть. Типа, эпично, эффектно. И увидел вот здесь лут. Нифига повезло, что я внимания обратил. Так, ну ладно. Эта хрень, я так понимаю, все равно неубиваемая. Надеюсь, что я тоже. Поэтому... Опс. Ребят, я немножко застрял. Давай, блядь, прыгай, ты че? Да падай ты, блядь. Ребят, это вот надо было так? Кто-нибудь так застревал, нет? Э, алло, я не хочу лишиться своего единственного гольфкара. О! А ему похер. Я его скинул. Он вообще бодрячком. Хорошо, друзья. Я близок. Я близок к нужному мне месту. Блин, теперь это где-то слева показывает. Да что такое? Я же только что сверху. О, ребята! О, блядь! О, это громадина какая-то. Подождите. Не-не-не, нахуй иди. Блядь, короче. Я этот от своего гольфкарта оставил пока что, потому что хотел... Блядь, он, по-моему, за мной бежит. Я хотел так посмотреть. Походить, потому что, блядь, в этом лесу очень неудобно на нем перемещаться и искать. Блядь, чувствую, меня сейчас пизданут в спину. Да все, иди нахер, тупая тачка, блядь. Короче, я увидел здесь вот это вот. Да, вот оно, вот оно это место. Еще и красный огонь горит. Где этот хер, который за мной шел? Я потом гольфкар заберу, когда там поспокойнее будет. Морите, морите, морите. Живой, сука, еще живой, блядь. Все, сдох. Ребята, он умер. Вырубаем узон. Так, лутаемся, лутаемся, ребят, обязательно лутаемся здесь. Все, берем. Так, плату берем. Сундуки вскрываем. О, газировочка, да. Ты мне, ой, как нужна была. Братан, жаль, что ты умер. Я ничего сделать не мог. Еее, современный топор. Все, он у меня. Он сильнее, чем мой. Он немножко, конечно, медленнее. Но, ребят, он сильнее. Это будет, это уже большой плюс, что я хотя бы его нашел. А то я сражаюсь с этим стандартным. Он меня уже заколебал, честно говоря. Он слабый, блин. Мне его очень не хватает. Так, таблеточки. Брезент мне не надо. Так. Стоп, полимеры. Чего для 3D принтера, блядь? Охренеть, короче. Здесь еще просто изучать и изучать. Я не знаю, ребят, вот реально. Водку больше нельзя переносить. Мне сейчас, походу, надо эти. Коктейли молотого крафтить, ребят. Да-да-да. Коктейли молотого надо крафтить, потому что уже бутылочки не помещаются. Раз, два. Вот так вот делаем. Все. Отлично. Так, можем еще взять. Где она тут? Так, взрывчаточка. Это хорошо. Микросхемы, микроплаты. Так, кастрюля у меня есть. Блядь, вы видели, да? Там вот этот здоровяк был, который ко мне подошел. Он, благо, не пошел прямо за мной. Да ладно, взрывчатки больше нельзя использовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Точнее, собрать. Вот это вот, блин, конечно, жалко. Ценный ресурс пропадает, ребят. Ну ладно, куда деваться? Куда деваться? Слушайте, ну я полутался, это хорошо. Давайте я обязательно сейчас сохранюсь. И, блин, я не знаю, надо собирать свой гольфкар. Кстати, ребят, вопрос. Вот то, что у меня сейчас метка стоит, фиолетовая. Это она сюда показывает? На это место? Или там что-то другое, что я, так сказать, пропустил? Да, ребят, я вообще не знаю, честно. Я не знаю. Надо мне сейчас забрать свой гольфкар, приехать сюда и потом определиться с тем, куда мне двигаться дальше. Сейчас так и сделаю. Ай, окружили меня эти лешие, гребаные. Я, ребят, не знаю, как мне от них, блин, отделаться. Они вокруг меня ходят. Что хотят, не знаю. Но пошли бы они нахер. Они, сука, по деревьям ползают. Вот они, вот они, видали, да? Ой, ребят, короче, ладно. Сейчас я посмотрю, что находится вот в этой пещере около меня. И решу, что мне делать дальше. Ребят, в общем, такое дело. Я принял решение, что сейчас я, не теряя времени, беру, значит, свой транспорт, да? И отправляюсь домой. Да, везу домой гольфкар, потому что я на нем смогу быстрее перемещаться по карте. Это намного удобнее. В общем-то, все. Я еду сейчас просто домой. А, я здесь тоже могу, оказывается, управлять картой. А я еще не в ту сторону еду. В общем, ребят, все. Моя цель сейчас добраться до дома, самое главное. Сохранить его, сохранить мой новый топорик. Желательно дождаться Вирджинию, чтобы она стала, так сказать, частью моей команды. Вручить ей оружие, чтобы она помогала стрелять, потому что меня будут охреначить. И, ребят, уже в следующей серии нам нужно отправляться дальше по шахтам. Дальше делать важные какие-то дела. Как-то так пока. Я сейчас пока поехал до дома. Надеюсь, что ничего за это время не произойдет. Давайте увидимся уже там. Ну, все, ребята, вообще балдеж. Вот, все. Я на своем родном пляжике. Хе. В своих родных краях. Ой, тихо, тихо, что это за звуки страшные. Так, ребят, все. Моя задача сейчас дождаться Вирджинию. Также я, ребят, буду строить помаленечку забор, пытаться. Давайте сейчас сразу этот проверим. Впрочем-то, что? Давайте сейчас пока сразу не буду выходить. Срубим одно дерево, испытаем новый топор и проверим, как работает тросомет. Мне все-таки интересно, ребят. Хватаем топор. Так, ну и срубаем вот это вот дерево, к примеру. Давайте. Оп, оп, оп. Ну-ка, ну-ка, насколько это будет быстро, мне интересно. О, блядь, кстати, реально быстро. Думал, еще раз за два надо будет ударить, но нет, смотрите-ка. И так неплохо. Насколько я знаю, по-моему, должны дрова автоматически в этот... Блядь, я просто гений. Дрова должны автоматически складываться в хранилище, поскольку я поставил... Потому что я поставил трос, натянул прямо на хранилище. Они должны сами туда складываться. Если это так, это очень круто. Сейчас проверим. Я очень хочу спать опять. Я уже не знаю, как мне наладить режим здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушайте, по-моему, да. По-моему, они складываются. У меня отсюда не прорисовывается этот, правда, хранилище. Мне показалось, что я кого-то видел. Но я вижу только бревно. Ладно, ребята. Я сейчас буду помаленечку как-нибудь достраивать забор. Ну, вообще, как достраивать? Хотя бы начинать его делать. Потому что, видите, я сделал малюсенькую совсем письюлечку. От забора. Там даже одно название, как бы. До темноты я сейчас занимаюсь дровами, ребят. Потом лягу спать. Ну и, собственно, все. Я на этом заканчиваю. Выхожу. В следующей серии мы с вами отправимся в шахту. Снова. Ну, в пещеру, блин. Я не знаю, как это правильно назвать. Шахта, пещера. В общем-то, с вами куда-нибудь отправимся. Все. Вот такой пока что, ребята, план. Сегодня тоже день был продуктивный. Я нашел гольф-карт себе. И нашел современный топор. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилась серичка по Suns of the Forest. Если вы ждете новую, то обязательно поддерживайте эту лайком. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. На этом, друзья, все. Я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. С вами был я Маклассон, ребята. Всем большой удачи. Хорошее настроение. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока.